Теперь направляемся в Штутгарт, столицу земли Баден-Вюртемберг, один из важнейших промышленных и культурных центров Германии. Население более 600 тысяч человек. Это шестое место в Германии. Прибыли к телевизионной башне Штутгарта. Максиму не терпится залезть наверх и сфотографировать, учитывая погодные условия. Это первая в мире телебашня из железобетона. Заложена в 1954 году и открыта в 1956 году. В 2009 году зарегистрирована как символ инженерно-строительного искусства Германии. Эта башня стала прототипом многих железобетонных башен по всему миру, в том числе и значительно более высоких. Общая высота этой башни более 200 метров. Конструкция основания башни поднялись лифтом на обзорную площадку, находящуюся на высоте около 150 метров. Фотопанорама, снятая со смотровой площадки. Настенные надписи, оставленные многочисленными посетителями. Еще одна фотопанорама, снятая со следующего этажа смотровой площадки. Штутгарт был основан в 1950 году швабским герцогом Людольфом, сыном императора Священной Римской империи Оттона I Великого. Герцог Людольф построил здесь городские укрепления, иконный завод, и поэтому город тогда называли Штутенгартен, что значит «кобыльный сад». До 1496 года Штутгарт оставался главным городом графства Вюртемберг, с 1806 года – королевство Вюртемберг, а после 1918 года – республики Вюртемберг. Благодаря автозаводам «Мерседес-Бенц» город стал известен как колыбель автомобилестроения. В Штутгарте расположены университет Штутгарта, университет Хоенхайм и несколько университетов прикладных наук. Здесь же находится комплекс институтов Фраунгофера, два института Макса Планка и отделение немецкого аэрокосмического центра. Штутгарт относится к крупнейшим инновационным центрам Европы и имеет самый высокий уровень благосостояния среди всех городов Германии. Ресторан на высоте смотровой площадки. Штутгарту неоднократно присуждалась награда Европейской комиссии за выдающиеся достижения в инновации. Фондовая биржа Штутгарта – вторая по значимости в Германии после Франкфуртской биржи. Недалеко от башни произведение современного искусства из стали, высотой почти 6 метров. Название «Вегецайхен», что может означать «дорожный знак», под номером 7. Работа немецкого скульптора-модерниста чешского происхождения Отто Хаджика, жившего в Штутгарте. В городе можно встретить и другие его работы. Детская площадка в парке, около телевизионной башни. После посещения башни едем в гостиницу. Где-то приближаемся к гостинице, где мы будем ночевать. Где-то здесь наша гостиница. Ищем в гостинице на месте. Наше очередное пристанище. Две кровати. И бытовая комната. Разместились в гостинице и отправились знакомиться со Штутгартом. Штутгартский вокзал. Поднялись на смотровую площадку башни вокзала. На этой башне установлен вращающийся трелисник. Символ Мерседеса. Штутгартский вокзал. Вон танцы на торговой, пешеходная улица. С толку людей тут по магазинам. Штастают. Вышли на площадь у Штутгартского театра. Перед театром большая лужайка и водоем. Видим боковой фасад нового дворца, построенного во второй половине 18 века. Мерседеса. А это площадь перед главным фасадом дворца, и называется она, естественно, Дворцовой. Два таких фонтана на площади перед Дворцом, это один, там видим все один. Восемь фигур ангелочков в фонтанах, это символы восьми вюртембергских рек. Только вышло солнышко, я еще раз снимаю, но в другой точке входа у дворец. Юбилейная колонна высотой 30 метров на Дворцовой площади сооружена в 1846 году в честь 25-летия правления и 60-го дня рождения короля Вильгельма I Вюртембергского. Позже, в 1863 году, на колонне была установлена скульптура богини Конкордии. По сторонам цоколя колонны рельефные изображения эпизодов из освободительных войн против Наполеона, в которых Вильгельм принимал участие, когда был наследным принцем. Напротив дворца, на другой стороне площади, стоит Кенигсбау, то есть Королевский дом. Построен в стиле позднего классицизма в середине 19-го века по заказу короля Вильгельма, как зал для концертов и торжественных мероприятий. Ныне здесь торговый центр. Музыкальный павильон 19-го века, в котором по воскресеньям устраивались концерты военной духовой музыки. Купол дворца искусств. Здание Вюртембергского союза художников. На куполе позолоченный олень. Старый замок. С 14-го века резиденция правителя Вюртемберга. Первое крепостное сооружение было на этом месте еще в 950 году. Во время последней войны замок был разрушен, а позже восстановлен. Сегодня здесь музей Вюртемберга. Арс Вива. Выставка лауреатов премий для начинающих художников, присуждаемых Комитетом по культуре объединения немецких бизнесменов. Монасырская церковь, ныне евангелическо-лютеранская, один из символов Штутгарта и самая старая постройка города, стоит на месте романской церкви начала второго тысячелетия. Тот, что мы видим, это приблизительное восстановление разрушенного во время войны позднеготического сооружения 16-го века. Здесь хоронили графов и королей Вюртемберга. Петушка снял на крыше. Стенд с изложением историй этой церкви. Идем по улицам Штутгарта. Снова проходим мимо вокзала. и теперь заходим внутрь. Вокзал построен с 1914 по 1917 год. В этом здании банк. Над входом в пивную. Фонтан под названием Ганс им Глюк. Глюк значит счастье. В клетке фигура крестьянина Ганса, пытающегося оседлать золотую свинью, то есть быстро разбогатеть, но это стремление означает заключить себя в клетку, из которой нет выхода. На клетке закреплены шесть бронзовых медальонов с изображениями на темы сказок братьев Гримм. Фонтан создан в 1909 году. Церковь Святого Леонарда, вторая по значению Церковь Штутгарта, построенная в 1463-166 годах на месте капеллы, основанной в 1339 году. Святой Леонард покровитель лошадей. Заведение под названием Три Мавра. Субтитры создавал DimaTorzok Вильгельм Палас, жилой дворец последнего короля Вюртемберга Вильгельма II, позже городская библиотека. Кинетическая скульптура. На ужин у нас мясо в пластике, консервированная рыба, фрукты и вино Каберне Савиньон из Австралии. Субтитры создавал DimaTorzok